ВИВАТ ИСТОРИЯ Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО РОЭФМ, учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». Исторический цикл из Петербурга, автор и ведущий программы Сергей Виватенко. Добрый день! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона также я, Александр Ромашов. Я напомню, что в конце выпуска у нас будет историческая викторина. Мы разыграем книгу от издательства «Витанова». Тема сегодняшней программы – политическая полиция, третье отделение. Что мы об этом знаем? Да, дорогие друзья, давайте поговорим о политическом сыске, который у нас был. Я думаю, все слышали про третье отделение, про этого спрута, который своими щупальцами захватил Россию. Лепиовра такая. Бенкендорф – этот коварный, который убил Пушкина. И многое другое. А мне почему-то сразу приходит на ум фильм «Обедом Госфаре замолвить и слово». Там Мерзляев в исполнении Олега Бастилашвили. Он же тоже был из этой сферы. Знаете, там, в принципе, об этом не говорится. Давайте сначала поговорим о структуре. Что это такое? Почему называется третье отделение? Ну, его, собственно, канцелярия императорского величества была создана еще при императоре Александре I в конце десятых годов XIX века. Но это была функция такая. Они занимались только вопросами, связанными с стартским домом и семьей Романовых. Но Николай I решил изменить эту структуру. Он вел параллельные министерства. Дал отделением функции министерств. Ну, у нас такая сейчас структура. В нашей стране есть Совет министров, Саша, а есть администрация президента, которая, как бы, вроде не имеет никаких прав, но, на самом деле, она очень влиятельный орган. И вот параллельную полицию представляло третье отделение. Почему 3 июля 1826 года создали? Ну, практически сразу после царения Николая, я думаю, тоже от этого понятен. Восстание декабристов. Как бы, да, у нас, если гром не грянет, мужик не перекрестится, даже если он государь-батюшка Николай Павлович. А неужели до создания этой тайной полиции никто не интересовался этими тайными сообществами, из которых потом выросли декабристы? Была просто полиция. Были жандармы, которые всем этим занимались. Еще раз, это наложение параллельных функций двум органам. Поэтому каша там началась такая. Да, мы сейчас разберемся, что дело третье отделение, да? А что полиция? У нас все это кажется вместе. Так вот, мое мнение, что Мерзляев – это не представитель третьего отделения. Он представитель как раз Министерства внутренних дел. Он как бы полицейский. Итак, третье отделение стало шагом на пути формирования, наверное, единой целостной системы политического сыска в России. Боязнь революции – это вот одно из двух идей, которые все время будоражило Николая I в его политике. А вторая – это была, скажем так, непобедимость русского оружия после победы над Наполеоном. То, что мы можем все и можем всем что-то говорить. Да, Европа с этим была не согласна. Закончилось это для нас катастрофой во время Крымской войны. А на местах делами политической полиции занимались местные жандармские управления. Вся сторона была разделена на несколько, сначала пять, потом восемь жандармских округов, во главе которых стояли высшие жандармские чины. Округа, в свою очередь, распадались уже на отделения. Отцом этой организации, я думаю, все прекрасно знаем, был Христофор Иванович Бинкендорф. Отец Бинкендорфа, Христофор Иванович, отличился на полях сражений, был другом Павла I. Сын его родился в Риге. Мама Бинкендорфа Анна Юлиевна Шилин фон Конштадт, это как раз та семья, которую придумала телеграф. Барон Шилин, так называемый, друг Пушкина, это вот тоже родственник. Прекрасная, прекрасная военная, он себе, Бинкендорф, мыслился только военному карьеру, да. Принимал участие в шведской кампании, принимал участие в войне против Наполеона еще до войны 19-го года. Везде показывался героем, да. За сражение подружчиком Бинкендорф награжден орденом Святого Георгия в четвертой степени. Да, славный, славный генерал. С одной стороны, генерал, такая биография, а вторая, это, конечно, как главный ловелас. Чем он знаменит? Он знаменит, что Наполеон отослал актрису Жорж, это была такая прима комедии Франце в России, чтобы она следила за царем. И она должна была стать любовницей царя и через кровать из ольков должна была получать информацию и передавать ее во Францию. Наши разведчики быстро раскусили эту ситуацию, и Александр I принял Соломоново решение. Ну, если она так хочет получить информацию из ближайших рук, пусть это будет Бинкендорф. Вот. И ты, Александр Христофорович, будешь ее любовником. Вот, да. От тебя зависит, какая информация уйдет во Францию. И вот он прекрасно справлялся с этой должностью. То есть, он дезинформировал Наполеона. Определенно. Началась война 19-го года. Наполеон ушел из горевшей Москвы. И первым комендантом, русским комендантом города был назначен именно Бинкендорф. Хлопот у него было очень много. Ведь в пустой город грабить пришли крестьяне и казаки. Да, с дона пытались выводить все, что можно было, что не сгорело. Вот, в Волоколамском уезде Московской губернии информация, что там якобы бунтовала шайка мужиков, волговые священникам. И губернатор послал в Питеру бумагу с просьбой усмирить народ. Так как ближайшие военные были у Бинкендорфа, он бил французов рядом, чтобы он пошел и уничтожил это восстание. Однако Бинкендорф на ответственно отказался от этого. Я не буду бывать с простыми мужиками. Вот. И своему прямому командиру барону Винсент Героде он написал. Позвольте говорить с вами без обиняков. Крестьяне, кое губернатор и другие власти называют возмутившимися, вовсе не возмутились. Некоторые из них отказываются повиноваться своим наглым приказчикам, которые при появлении неприятеля, так же как и их господа, бросили своих крестьян, вместо того, чтобы воспользоваться их добрыми намерениями и вести борьбу против противника. Крестьяне сбивают где только могут неприятельские отряды, вооружаются отнятыми у них ружьями. Нет, не крестьян нужно наказывать, а вот нужно сменить служивых людей. Я отвечаю за это головой. И император Александр I на этой записке Медрофа сказал, что согласен. Вот. Саша, он считается первым партизаном. Одним из первых. Он освободитель Гамморга, освободитель Голландии. В Голландии есть такой день казака. Это день освобождения Голландии от Наполеона. Там есть такая большая картина. Казаки, освобожающие Утрехт. Это один из таких городов больших голландских. Так вот, на переднем плане Бенкендорф. То есть, он руководил казаками, который вот освобожал север Европы. Ну, его портрет находится в галерее 1912 года. Для чего я столько говорю про биографию его, да? Ну, потому что он действительно великий человек, известный и очень положительный. В 1921 году Бенкендорф передал императору записку. В ней говорилось о существовании тайны общества в Союзе Благоденствия. Но Александр I не дал ему ход. Ну, и последнее, чем стал известен Бенкендорф до Николая I, в Александровскую эпоху, это, конечно, Петербургское наводнение 1924 года. У нас было три разрушительных наводнения. Это 1977 год, 1824 год, ну, медные садники это описано, и 1925 год. Так вот, Бенкендорф, дежурный генерал при государе, когда все заливало, взял шлюпку у гвардейского морского экипажа, он прибирался к ней по плечи в холодной ноябрьской воде и отправился спасать утопающих. А шлюпкой командовал Мичин Беляев. Под его началом было несколько матросов. Они плыли по затопленным улицам, подсаживали тонущих в окна вторых этажей, потому что первые были залиты водой, уворачивались от плывучих на третью бревен. Обратно в зимнюю шлюпка не пробилась. Течение было очень сильным. Сломалось несколько весел. И Бенкендорф, Беляев и матросы переночевали в доме, к окнам которого прибила шлюпка. Отогрелись, поужинали там, что-то там нашли. А утром генерал явился во дворец, а и выяснилось, что его уже похоронили как героя. То есть вот такой. Николай I, если мы уже говорим, считал Бенкендорфа другом и полностью ему доверял. Ну, как бы верховной власти доверие главы к подчиненным – это самое главное. Без этого невозможно. При вступлении Бенкендорфа в должность начальника третьего отделения император вроде вручил ему белый платок, сказал, это для утирания слез обиженных и стражащих. То есть третье отделение, функции какие, подразумевались, что оно, третье отделение, будет помогать жертвам казенного бездушия и вымогательства чиновников. Бенкендорф очевидно понимал остроту этой проблемы. Что, взятки были тогда жуткие? Ну, ревизор. Помните, да? Это издевательство, конечно. Вот что он писал царю. «Чиновники – это сословие является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищение, подлоги, превратное толкование законов, фотохремесло. К несчастью, они-то и правят, так как им известны все тонкости бюрократической системы». И, прочитав письмо, Николай сказал свою знаменитую фразу «Россию управляю не я, а 10 тысяч столоначальников». Вот почему было создано третье отделение. Сам Бенкендорф, конечно, предпочел бы по-прежнему командовать кавалерией, потому что для этой должности он был стичер мягок. Но, если честно, все говорили, что он был очень душкой такой, небольшого ума, но всегда выполнял все приказания. Ну, вот, заставили. Когда, еще раз, вот что я сейчас говорю, это не шутка. Когда казнили декабристов, Бенкендорф стоял и следил, чтобы это произошло. Как главный, как человек, которому было поручено. И вот он не раз вспоминал, что во время казни он все время прижимался головой к шее лошади, пытаясь справиться с поступающей тошнотой. Ему было и стыдно, и тошно от того, что происходит. 14 декабря 1825 года, восстание декабристов, Николай сказал Бенкендорфу, сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет на этом свете. Но, по крайней мере, мы с тобой, Александр, умрем, исполняя наш долг. Вот такой степень доверия. А, кстати, если уж говорить, то без бюста Бенкендорфа, который стоял в ногах императорской кровати, Николай I не засыпал, то есть, если он ездил куда-то, на какие-то маневры или еще, бюст всегда возили, ставили, после этого Николай Павлович мог спокойно спать, зная, что Бенкендорф ему ночью не подведет. Да, вот давайте как бы представим, что же делал Бенкендорф 25 декабря? Он все время был старем, под пулями на Сенатской площади, во время мятежа военных поселений тоже. Когда в Петербурге был холерный бунт, граф был за спиной у Николая. И позже царь удивлялся, как их тогда не зарезали. Один раз он заболел, да, император приказал выдать Александру Христофоровичу 500 тысяч рублей наградных и отправил его на целебные воды Карлсбат. Ценил. Итак, ну вот, наверное, мы поняли, кто такой руководитель. Поэтому говорить, что это Лаврентий Павлович Берия или Фуше, коварный там, это наполеоновский, не структуных дел. Конечно же, нельзя. Другое время. Поэтому, когда у нас писали какие-то ужасы и сравнивали третье отделение с НКВД или ГПУ, я думаю, это было ни к чему. Это разные организации с разными целями. Ну а с кем еще из других исторических персонажей можно его сравнить? Хороший вопрос. Никто из руководителей политического сыска в нашей стране, они все были жесткие люди. Но зато он был верен императору. Николай I понимал, что здесь можно перегнуть полку. Да, и чтобы этого не было, он послал туда своего главного, самого верного человека. Ну, третье отделение строилось в сравнительно спокойное время. То есть 1926 год, 1936, 1946, ну 20 лет первый, который командовал Бенкендорф. Не было в России ни одного крупного лица на выступление. Не было просто так. Их не было просто так. Восстание в Польше 1931 года. Третье отделение за это не отвечало. Ну, давайте скажем честно. В третьем отделении, когда оно было основано, находилось на службе 16 человек. Это, ну, сам Бенкендорф. Это кучер Бенкендорфа. Это писаря, которые там сидят, да. Это посыльные. Ну, и несколько офицеров. Поэтому говорить о каком-то спруте, который захватил все и душит, да. Я прекрасно понимаю Эльдара Рязанова. Я понимаю, что это был ответ на то время, в котором он жил. Ну, удачное, неудачное время было. Хороший вопрос. Времена не выбирают, Саша. В них живут и умирают. Поэтому, ну, сложно, сложно. О бедном гусаре замолоть все слова. Потому что действительно нам кажется, что вот такая вот Россия была жуткая. Где были такие провокаторы и так далее. Еще раз. Мое мнение, что фильм Эльдара Рязанова не исторический, а современный. Ситуацию на 1980-1979-1980-е годы, когда он снимался у нас в Петропавловской крепости. Я присутствовал. Ну, я не снимался. Мы там раскапывали комендантские могилы Петропавловской крепости. И там, ну, там город Губернск. Это как раз изображали на первой съезовской линии Васильевского острова. Тучкова линия, извините, Васильевского острова. И как раз Монетный двор. И вот Петропавловская крепость. Вот город Губернск, который там был. Итак, в третье отделение вошли три составных элемента. Особая канцелярия Министерства внутренних дел, возглавляем фон Фоком. Она находилась в ведении того же Фока. Также тайная агитура и жандармерия. Отдельный корпус жандармов сложился из двух элементов. Из жандармского полка, несущего военно-политическую службу при войсках. И из жандарских частей корпуса внутренних стражей. Как видите, ситуация была большая. И политикой они, в общем-то, не занимались. Впервые жандармы у нас появляются в 15-м году. Барклайд и Толли приказал избрать в каждом кавалерийском полку по одному благонадежному офицеру и по пять рядовых. И возложить наблюдения за порядок на марше, на биваках, в квартирах, отвода раненых во время сражения, поимку мародеров. Вот с чего началось жандармское отделение. Потом Борисогребский драгунский полк получил новую функцию жандармов Борисогребский. Саша, как вы думаете, а какого цвета была форма у Борисогребского драгунского полка? Синяя с красным. И желтыми квадратами. Я шучу. А, Саша, прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры, голубые. И ты им преданный народ. Ну, синий, хорошо. В английском языке нет деления голубой и синий, да. Кстати, этот синий цвет, он все время проходил через эту организацию. Помните Глеб Жеглов, когда он идет, помните, играет Фертинского на пианину у Шарапова в комнате, да? У него как раз тоже темно-синяя форма. Это форма, в которой была одета министерство внутренних дел нашей страны в 43-44 году. Ну, на самом деле, все вроде было сделано, они как-то начали работать, но все равно все время проходила какая-то организационная неурядица, Саша. Одними жандармскими частями Бенкендуров ведал целым, а другими только в инсекретарском отношении. В общем, кто за что отвечает, было непонятно. Только в 36-м году все жандармы перешли уже в третье отделение. И тогда мы можем говорить, что появилась какая-то функционирующая структура. Итак, за что отвечало третье отделение? Ну, оно делилось на экспедиции. Первая экспедиция ведала всеми политическими делами. Ну вот, да, предметами высшей полиции и сведениях о лицах, состоящих под полицейским надзором. А, кстати, все руководители жандармов тайной полиции все были герои войны 19-го года. Ну, Бенкендорф, его глава жандармов Леонтий Дубельт, потом граф Орлов, Чернышев, все это настоящие герои. Настоящие герои войны. Так вот, Дубельт, когда ему поручили это, он предлагал, что же делать с политиками. И вот он писал Бенкендорфу, всего бы лучше и проще высылать их за границу. Пусть их там пируют с такими же дураками, как они самые, да, они там иступают. А то крепости Сибирь столько не употребляют эти средства. Все равно ее никогда никого не исправят. Только станут на этих людей смотреть, как на жертвы, на героев. Правда, очень современная фраза. Определенно. А вторая экспедиция занималась различными сектантами, раскольниками, фальшивомонетчиками, а также уголовными убийствами. А третья экспедиция занималась иностранцами. Четвертая вела переписку о всех происшествиях, которые происходило, а также ведала личным составом и наградами. А вот потом в 28-м году появляется пятая экспедиция. Туда была причислена театральная цензура. Вот, Саша, ну такой, значит, в КГБ СССР пятое главное управление занималось как раз тоже интеллигенцией. Не знаю, специально это было сделано Андроповым или не специально. Ну вот, да, тоже пятое отделение. Ну, про театральную, конечно, хотелось бы узнать экспедицию. Ну. И цензуру. И цензуру. Ну, давайте так. Кто вообще работал в министерстве? МВД, да? Какие? Кто были чиновниками? Этим занимались Тургенев Иван Сергеевич. Чиновник по социальным поручениям. Его начальник Даль, автор Великорусского словаря. А где они видели цензуру? Где они видели какие-то политические? Конёк-Горбуно Киршова. Вот это опасно. Сатира. Корабли – это декабристы, спальник – это Бенкендорф. Ну да. Дальше. Что у нас не любят говорить. Третье отделение решило возглавить литературу и оппозицию. И оно было основателем такого журнала, как «Отечественные записки». Он нас не любит это говорить, да, Саш. Так вот, один учредительный журнала был Владиславлев. Владиславлев – это адъютант Дубельта. А в 1941 году, когда умер Свинин, это был хозяин отечественных записок до этого, да, то комиссия в главе с Дубельтом, третьим отделением, решила передать журнал не «Вдове», как она просила и все остальные, а Краевскому. И членам летколлегии был ещё такой человек, как Попов. Это не только любимый учитель Белинского в Пинзенской гимназии, но и также сотрудник третьего отделения официальный. Вот. Он и пригласил, кстати, Белинского в журнал. Мистова, Виссариона, да. Ну, если честно, Белинский всегда был за русскую великодержавность и обожал государей деспотов. То есть для него это было положительное. Он их не критиковал. Ну, к концу, к смерти уже ближе к Бенкендорфа, ну, мы берём первую часть третьего отделения, да, там уже было уже 40 человек. Размежеваний между экспедициями не было. Одни могли заниматься разными вещами, там, перекрёстными и так далее. Вы спросите, самое известное политическое дело при Николае Первом? Саша, не помните? Петрашевцы. Ну, я думаю, про них мы ещё передачу сделаем. Так вот, Петрашевцы, дорогие друзья, вообще не имеют никакого отношения к третьему отделению. Это жандармы. Это полиция. Просто полиция организовала эту провокацию. Поэтому неожиданно появляется, что никаких дел, никаких политических влияний вот таких серьёзных, кого-то мучили, отправляли в ссылку или в тюрьму политическим вопросом – нет. Третье отделение этим не занималось. Хотя у нас, как только его не пинали в разные страны. Ну, а кто-нибудь параллельно этим занимался? Ну, полиция. Полиция занималась этим, конечно. Как они все работали? Ну, просили писать анонимные письма. Анонимщики, вот, наверное, самые удобные во всём мире, наверное, ситуации. И вот они собирали анонимные письма, которые приходили на почту губернаторам и прочее. Говорили, что нечего вам анонимных читать, подписывать губернаторам. Их собирали, анализировали, а потом пытались ещё заставить их работать на них. Кстати, чтобы было проще искать анонимщиков, надо было улучшить работу почты. Именно Бинкендеров, Саша, придумал индекс из шести цифр. До этого не было нигде. Он посчитал, что лучше всего вот так вот. Ну, молодец. Исследователи, которые занимались революционным движением, известных революционеров Лавров, Чернышевский, другие отмечают скудость шпионских данных. Что ничего на самом деле из секретных агентурных дел, которые были, ничего такого интересного для написания книги и изучения диссертации вообще не найти там у них. Всё очень банальное, и всё на каких-то толках и слухах. Скукотища. Ну, в общем, непрофессионализм. Потому что ничего не нашли. Потом, да, мы узнаём воспоминания каких-то людей, что там Чернышевский делал то-то, говорил то-то. Ну, так вот, чтобы те люди, которые за ними следили, что-то такое ценное рассказали? Нет, нет. Постоянные агенты, они слонялись по рынкам и трактирам. Чтобы их пригласили в какое-то приличное общество, вообще было невозможно. Потому что они все были, ну, мещане, не дворяне. Ну, с другой стороны, опять-таки, возвращаемся к фильму Ульдара Рязана, «Победа Мгусарь», «Замолвите слово». Там как раз всё это очень хорошо описано. Помнишь, историю с попугайчиками? Да, абсолютно верно. Вот чем они занимаются? Да, вот этим, да, больше ничем. Да, только шпионы-добровольцы. Но 90% всего, что говорили друзья про соседа, оказались ложными. Ну, там самое известное дело – это Шерот, да. Шерот верный, а он при Александре I узнал о декабристах и написал. И за это получил фамилии Шерот ещё верный, да. Ну, вот, он стал известный, а потом никому не нужным. Он пытался найти ещё какую-то секретную фасонскую ложу, который готовит революцию. И напридумал. Напридумал. В общем, он после этого со скандалом был убран со службы. Ну, ничего у нас такого не было, да. Он остиг спокойно. Особенно в провинции. Ну, самое такое, что люди ненавидели – это вскрытие корреспонденции. Вскрытие писем. Да, это считалось невероятным падением нравов и чести, едва ли конецом света. И на следующие полтора-ста лет любимой темой образованного класса стали гадания. Кто в нашем узком кругу стукач? Кого там нам послали, да? Обязательно кто-то должен за столом быть, кто там стучит на всех. Ну, единственное, я могу сказать, что вскрытие корреспонденции, переиллюстрация так называемая, да, это было придумано отцом Пестеля, декабриста. То есть, это придумал не Бенкендорф. Какую конкретно вскрывали корреспонденции? Ну, каких-то людей там за границей. Давайте посмотрим, что он там пишет. Вот. Или, скажем так, что-то непонятное. Большая переписка всей страной. Что он там? С кем он там, да? Посмотрим. Ну, еще раз, говорить о том, что там они нашли что-то интересное, нет, ну, там третье отделение в мае 49-го года в районе Зимнего дворца стало ежедневно гулять какой-то подозрительный незнакомец. Время было смутное, а место для прогулок было, мол, такое, что перепрошилось третье отделение. За ним остановили наблюдение. А 4-го мая он взял, а не вышел на прогулку. Третье отделение так смутилось, у них была истерика. Что ж такое, да? Вот, срочно найти там по всему Петербургу, рыли, нашли, да? Это оказался просто отставной драгонский поручик, который любил там, рядом жил и поэтому гулял. Вот там, да, толстая такая папка, да, про этого товарища. Ну, в общем, да. Дубельт как раз написал на этом деле. Кажется, что несколько расстроен в уме. Это как раз главное, да? Как могли кого арестовать или что сделать с теми людьми, которые выступали против царского режима? Объявить их в сумасшествии. Ну, Чадаев потом. Ну, и в наше время, когда там было принудительное психиатрическое лечение. Да, это как раз этого времени. Куда следили, да? Например, да, среди дворянства. Где можно? Ну, на балах. Дружеские пирушки. Карточные игры. Брались под надзор. Так вот, в третьем отделении Пушкин был написан как карточный игрок, а не как поэт. По Москве один из известных карточных игроков. Мы продолжаем наш рассказ о третьем отделении. Да, давайте поговорим дальше. Конкуренция с полицией. Кто из них лучше? Вот эта конкуренция с полицией мешала тем другим. Фок, жаловца Бенкендорфа, уверяет, что городская полиция, заметив, что существует наш деятельный надзор на каким-то человеком, разворачивает все в сторону себя, и узнав, что человек, который следит за них, получает 300 рублей, а не дают по 3000 рублей, перебивает наших стукачей. Да, вот такая вот борьба. Ну, наш разговор был бы не полон, если бы мы не сказали, не упомянули бы о заграничной агентуре. Она тоже появляется. Дипломатический шпионат существовал издавна, но в 30-е годы это все было переведено в руках третьего отделения. Непосредственным толчком к этому явилось, конечно, польское восстание. Не увидели поляков никаких. Русская эмиграция появилась, герцог тот же самый. И вот князь Петр Долгорукий, князь Головин, Бакунин, тоже, естественно, барин, да, они вот устроили там разные революционные организации за рубежом. Ну, и поэтому за ними стали следить. Ну, достаточно кустарно. В 46-м году организовали тайную связь, а в 48-м году в Париже все знали. Яков Толстой ходит и стучит. Вот. Яков Толстой главный. Но говорить, что все было неудачно, я бы тоже не стал. В 46-м году поляки планировали грандиозное новое восстание, которое должно было происходить в Пруссии, в русском царстве польском и в Австрии, в австрийской Польше, Галиции, да, в других местах. Но все об этом знали. И когда они поднялись, через 6 дней и все были уничтожены. То есть, да, в этом отношении, конечно, плюс какой-то был. Но говорить о том, это были наша информация или немецкая, тоже спорно. Возможно, немцы все это придумывали, а потом нас взяли. Пушкин и третье отделение. Пушкин и Бенкендорф. Мы немножко об этом говорили, дорогие друзья. Другой передача. Ну, и так. Третий человек, третье место по переписке. Первая Наталья Николаевна Гончарова. Второй – гнязь Петр Вяземский. Третье по количеству писем, написанным Пушкиным – это Бенкендорф. Первое письмо Пушкина было отправлено Бенкендорфу в конце 1926 года. Как он его называл? Давайте я только перечислю, как он его называл, Пушкин Бенкендорфа, чтобы понять, какие были взаимоотношения. Ангел-хранитель. Дальше. Безусловно, благородный человек. А вот что пишет Пушкин Бенкендорфу в 1931 году, 21 июля. Озлобленные Европа нападает, пока месть на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою. Представляете, кому-то другому такое написать, да? Вот. Булганин, Фадей, которого ненавидели все, который критиковал Пушкина как поэта, а не как человека, написал в «Северной пчеле» в журнале. Работал 250 разных работ. А, ну, лишь три критические статьи. Одна из них, что седьмая глава Онегина – «Совершенное падение поэта». После чего Александр Сергеевич пожелался царю. Он пишет царю, уже его цензор, да? И Николай приказал Бенкендорфу уризонить булганина. А если он не одумается, написал Николай, закройте его журнал. Вот такие взаимоотношения. Еще раз, дорогие друзья, ну, часто бывает, что все начинается мирно, тихо, спокойно, да? А потом как снежный ком уже появляется какая-то вахханалия. Ну, вот третье отделение и тайный сыск, как видите, был и смешной, и маловыразумительный, и не приносящий никаких больших результатов. Сергей, все-таки хотелось бы конкретики. Какова была структура, система этой организации? Ну, еще раз, в начале 16 человек, в конце 40 человек Николаевского времени. Тем не менее, строгого размежевания дел между экспирициями не было. В течение долгого времени не было установленной формы переписки. То есть, понимаете, есть же ведь какие-то запросы, есть какие-то документы. Они писали как угодно. Наибольшие секретные дела, в том числе работа тайной агентуре, была подчинена непосредственно управлению третьего отделения. Сначала им занимался только фон Фок, затем Мордвинов и потом Дубельт. Управляющий отделением вместе с двумя-тремя наиболее ответственными сотрудниками, собственно, являлся центральным двигателем системы. Он непосредственно сносился с тайными агентами, с одной стороны, на его имя поступали многочисленные доносы и жалобы. От него зависело дать делу тот или иной оборот, так или иначе, средактировать сегодняшний доклад. Такая была структура центральной шпионской конторы. На местах делами политической полиции видали местные жандармские управления. Вся страна была разделена на несколько округов, а округа, в свою очередь, распадались на отделения, как я уже говорил, а на отделения приходилось две-три губернии. То есть, на две-три губернии приходилось два или один штабс-офицер. Вот, в принципе, да, вот эта вот структура. А чем еще известен Беккендорф, кроме того, что он был ловеласом и начальник? Ну, давайте так, ловелас, да, он был определенным. Ну, скажем так, последние годы жизни, последние годы жизни, он практически не занимался этим сыском. У него тоже с головой, наверное, какие-то были проблемы. Один раз он слушает доклад у царя и выступает человек, который кричит Беккендорфа, что он не работает, что он плохой. Такой секой, да. И Беккендорф соглашается. Говорит, слушай, как хорошо, говорит, а? Вот нам бы в структуру такого человека. Александр Христафорович, он про вас говорит. Да, говорит, как интересно. Вот. Один раз пришел он в Воронцовское посольство. Швейцарь говорит, барина нет, посол уехал. Вы ему оставьте визитку, да, он с вами свяжется обязательно. Он говорит, хорошо, ищет, нету визитки. Говорит, слушай, давай, говорит, а вы тогда, барин, напишите над чернилами на бумаге, вот вам, кто такой приходил и прочее. Беккендорф берет на чернила, тыкает в чернильницу, ему спрашивает швейцар, ну что, барин, в чем проблема-то? Говорит, слушай, я свою фамилию забыл, говорит, я в другой раз зайду. Ну, что еще такого интересного было, это, например, дочка Беккендорфа, она очень хорошо пела, и в конце концов она возглавила нашу резидентуру за границей, в Великобритании. Но знаменит она тем, что она первая в истории нашей страны в декабре 1933 года стала первой публичной исполнительницей гимна Божия царя храни. То есть Беккендорф поручил своей дочке посмотреть, как хорошее, плохое, и сказал, спой так, чтобы все люди поняли, что это действительно хорошее произведение. Но ведь после смерти Беккендорфа не закончилась организация? Нет, конечно, не закончилась. Беккендорф умер в начале 40-х годов, понятно, что Николай еще там был, да, Дубельт, Краф Орлов, они возглавляли потом Шувалов, эти люди потом, потом третье отделение уже стало настоящим политическим сыском, и они боролись уже с террористами, но это другое время, понимаете? А при Александре Втором? Ну, Александре Втором, да, конечно, они вот пытались сохранить жизнь Александра Второго, как пытались, неудачно, неудачно, все-таки его убили. Но если мы вспомним, что у Александра Второму было шесть попыток его убийства, то есть шесть раз убийца подходил к той черте, из которой он мог уничтожить царя, это большие ошибки. Ну, это провал. Ну, конечно, конечно, только божья случайность какая-то Александру Второму дала еще пожить пять лет, и Каракозов стреляет прямо его в летнем саду, Соловьев стреляет на Дворцовой площади, Халтурин взрывает Зимний дворец, Софь Перовская взрывает поезд, понимаете, как такое можно было, чтобы они подошли к такому, да? Но, с другой стороны, они, конечно, учатся, но учиться надо не на крови императора, конечно, надо как-то по-другому готовиться, но время такое было смешное для тайной полиции. Сейчас всех пугает тайная полиция при Николае Первом и Александре Втором, да? Ну, как видите, да, не сказал бы я, что оно вот такое вот жуткое было, да? Ну, непрофессиональное. Какие люди были? Потому что герои были, потому что военные. У них другое понятие от чести. Да, жандармов они снимали, губернаторов они снимали. Да, ну, это сто процентов. А если там какие-то помещики-изверги, их тоже арестовывали. Но это делали тихо, чтобы не было в обществе никакого там волны, какого-то возмущения. Может, поэтому все и говорили, что вот третье отделение у нас занимается непонятно чем. Когда прекратилось существование третьего отделения, во что оно было преобразовано и с чем это было связано? Ну, с убийством Александра Второго. С убийством Александра Второго появляется уже другая структура. Впервые в 82-м году появляется словосочетание государственной безопасности. Это Александр Третий. При нем как раз начинается уже другой этап. И тайная политическая полиция там уже совершенно другая. Ну, и другие враги. Еще раз террористы. С другой стороны националисты. Потом появляются марксисты со своим пролетарским движением. Поэтому, наверное, можно сказать, что всегда полиция в России была на шаг позади, чем революционеры. Она всегда чуть-чуть не справлялась. И закончилось для этого трагически, конечно. Тремя революциями. Мы говорим, Сергей, в основном про внутреннюю политику. А что касается внешней политики, какое-то отношение тайная полиция имела к этому? Ну, помимо докладов Наполеона. Ну, смотрите. Как сделать так, чтобы дипломаты стали стучать, извините за глагол такой, да? И заниматься не своими функциями. Все-таки, понимаете, посол не является руководителем резидентуры. Но вот с 58-го года, при Крисании II, это немножко изменилось. Теперь жандармов стали назначать послами. Это было изобретение Николая I. Поца Диборга, фон Пален. Да, это бывшие жандармы. Сестра Бенкендорф тоже, вдовев по приказу своего брата, поселилась в Париже, стала знаменитой светской львицей и снабжала Петербургский двор еще своей тоже ценной информацией. То есть, еще раз, список не сохранился. За кем следило третье отделение? К сожалению, в архиве нет. Но можем представить, наверное, что все, кто как-либо говорили о Конституции, так называемые либералы, которые где-то что-то сказали или где-то что-то написали, они все были под карандашом. Но говорить об этом, что они сильно понимали, да, у них была большая информация, нет. Все дела были очень скудные и практически не велись. Вполне возможно, что некоторые дела просто открывались, чтобы показать количество, что у нас вот в разработке столько-то человек, но не всегда разработка заканчивается чем-то, да. У нас некоторые министерства или службы говорят иногда, что мы начали расследование деятельности такой-то фирмы, например, Федеральная сепаратурная служба это говорит, начали заниматься таким-то вопросом, начали таким-то. Это появляется в прессе. Но я практически не слыхал, чтобы где-то через полгода, через год сказали, мы довели это до суда, до решения какого-то. Очень большая разница между объявлением и результатом. В третьем отделении было так же абсолютно. Ничего нового как бы у нас не появляется. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Я думаю, настало время перейти к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы наших слушателей». Напомню еще раз, что задавать ваши вопросы вам можно, отправив их по электронному адресу радио «Виватсобака.мейл.ру», либо вступайте в нашу группу ВКонтакте. Это группа программы «Виват История». И там всегда можно найти возможность задать вопрос Сергею или мне, или в открытом доступе, чтобы этот ваш вопрос могли обсудить также и другие слушатели программы. Валентина спрашивает, что такое национальная или историческая память? Ну, в твоем понимании, как историка. Национальная и историческая память, по моему мнению, это взгляд человека какого-то народа, какое-то событие, которое ощущается от другого. Что бы там ни говорили историки про какой-то симбиоз русского и татарского народа во время Ига, для русского народа это трагедия. На русского народа это отрицательная память. Что бы ни говорили историки сейчас. Народ считает по-другому. Но отношение к русскому народу, польского народа, которое полностью отрицательное, но оно тоже иногда не колерируется с фактами. Ну, вот они так считают. То есть, не всегда историческая память является истиной. Она может быть и ложная. Но народ, в общем-то, думает вот так. Ну, почему тогда у нас нет такого отрицания немецкого сейчас всего после войны страшной? Значит, не сильно. Нет, какие-то вещи кто-то вспоминает, да. Ну, просто объясню, наверное, от Болгарии, например, к туркам отношение вот такое вот немножко плохое, да, там, в Сербии к немцам. Ну, у нас среднее. Ну, может быть, потому что мы победители. Да, наверное. Поэтому, может быть, так все это и забылось. Еще раз, не всегда то, что думает народ, является правдой. Да. Ну, вот мы привыкли к такими вещам. Вопрос от Николая. Он спрашивает, когда Ленин понял, что революция свершилась? Наверное, когда ему сообщили. Ну, на самом деле, вы понимаете, что Ленина ловили, пытались убить. Собаку его искали специальной. А он сидел на Сердобольской улице в квартире своей секретаре Фофановой. И после этого, вместе с этой нарах, я пошел пешком до Смольного. Он пришел 24-го числа, но он практически не активизировался. Все знали, что он сидит в соседней комнате, но он как бы не выходил. Руководил Троцкий. С одной стороны, Ленин не мешал Троцкому делать революцию. И в первый день, когда спел строить советов, Ленин тоже не выходил. То есть он еще не знал, как все это закончится. Только на второй день, 26-го числа, он вышел, сказал «Товарищи, рабоче-крестьянская революция, которую я так долго говорю, большевики, свершилась. Да здравствуйте, Троцкийская революция!» В этот момент он уже понимал, что он у власти. Он понимал, что советы проголосуют за него. И он станет руководителем правительства. Вот, наверное, с 26-го числа он понял, что революция победила. Хотя всю гражданскую войну они думали об эмиграции. Они вывали деньги за границу. Руководители там, Свердлов, например, считали, что может у них и не получиться. Но получилось. Вопрос от нашего слушателя Юрия. Кто оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, аргументирует так. Советский Союз очень хотел сотрудничать с Англией и Францией, но представители англо-французской делегации не имели полномочий, и нам ничего не оставалось, как союзничать с Германией. Известно, Ворошилов вел переговоры с англичанами и французами. И Сталин что-то сказал. Надо кончать эту шарманку. Ворошилов заявил членам делегации, ввиду изменившейся политической ситуации нет смысла вести дальнейшие переговоры. Что было на самом деле? Ну, примерно так и было. Мы все время предлагали сделать какие-то шаги, чтобы не было новой войны. Поэтому в начале 30-х годов договорились с Францией и Чехословакией. Был заключен союз. Луи Барту был такой министр англо-французской дел Франции, который заключал этот европейский безопасный договор, но его убили. Его убили немцы, фашисты в смысле, нацисты и хорваты. Вот. Когда сейчас милая женщина, президент Хорватии, Китарович, ее фамилия, которая так болела за своих мальчишек в финале чемпионата мира прошлого года, то, что она сейчас заявила 1 сентября 1939 года, что хорваты внесли главный вклад в победу над нацизмом, ну, это просто, знаете, да, просто смешно. Так вот, пытались договориться. Нас не хотели. Мы были изгоями. Мы были против, как сейчас, да. Мы – это цель Европы, Россия – это варвары и так далее и тому подобное. Никто не хотел с нами общаться. Хотели нас уничтожить. Ну, когда уже, скажем так, жареный петух начинал стучать, что ли, да, в определенное место отклевать, тогда Англия и Франция, в первую очередь для того, чтобы немцев попугать, начали с нами переговоры. Да. Ну, во-первых, делегации по-разному, скажем так, очень медленно ехали к нам. То есть, они не спешили. Вот. Дальше два представителя, Дарлана Думенко, как-то еще там, да. У них не было никаких полномочий. Как будто они не могли эти полномочия с собой взять. Потом, когда полномочия появились, оказалось, что нет никаких договоров с Польшей. Ведь Россия, Советский Союз не имеет границ с Германией, где же мы с ними будем воевать? В Польше. А поляки сказали – нет. Никогда они не пустят наших солдат. Да. Поэтому действительно это было говорильное. Понятно, что это просто не для нас. Это, знаете, как к нам в прошлом году приехал в Саудовской Аравии руководитель, да, король Саудовской Аравии эмир, называйте его как угодно, да, вот, для того, чтобы вести переговоры по С-400. Он сюда приехал только для того, чтобы заставить американцев снизить цену на патриот ПВО, американское ПВО. Вот для этого только приезжал. Эти тоже приезжали в Москву только для того, чтобы потянуть время. А с другой стороны, Гитлер все время, он стучался. У него же, наконец, август, начало война. У них уже все подготовлено. Да. Другого у них альтернативы нет. Давайте, 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 давайте. И когда Сталин понял беспреспективных этих переговоров, не потому, что мы не хотели, потому что нас не хотели, потому что нас слушать не хотели, потому что мы для них были еще раз изгоями. С нами никаких дел, как, говорит президент, бывший президент Медведев, не рукопожатные. Да. Поэтому, да, ну и заставили нас, заставили нас идти к сторону немцев. Вот, наверное, все про это. А так, слушайте, наши передачи, у нас было две, как минимум, передачи про это. Вопрос от Сергея Блинова. Даже несколько вопросов. Первый. Сопротивление в Европе во время Второй мировой войны было слишком слабым. Почему? Почему Франция, Бельгия, Голландия? Да, наверное, все остальные, кроме Югославии, быстренько сдались на милость Гитлера и стали коллаборационистами. И второй вопрос. У нас практически не рассказывают о союзниках фашистов румынах, венграх и прочих братушках, которые сейчас отрицают решающую роль Советского Союза в разгроме фашизма. Давайте сначала с первого. Да, действительно, вся Европа помогала Гитлеру. Да, она была житницей, она была индустриальной. Многие страны помогали немцам, да, в их обороне. Та же самая продажа машин Рено. Да, Рено работала на них. Не вся Франция, конечно, работала, да. Но бизнес был определенный, сто процентов. Луири Рено несет свою ответственность за это. Другие страны тоже помогали. Чехи, которые тут мы называем оккупантами, все работали на немцев. Все. У них не было сопротивления вообще никакого. Только бросили этих из Англии парашютистов, которые должны были убить Генриха, да. Их притом спрятали, спрятал православный храм. То есть, они скрывались в православном храме в Праге. Все остальные отказывались. Ну вот, да, все работали. Им было хорошо, им было комфортно. Немцы хорошо кормили их, хорошо давали хорошую зарплату и не гнали в армию. Это их устраивало. Они считали, что это зло, должны решать тут другие. Русские, англичане, американцы, Югославы и еще кто-то. Польша, Югославия, они сопротивлялись. Но Европа, Бельгия, Голландия – нет. Как бы сейчас не показывали в фильмах и не рассказывали какие-то интересные вещи. Или как в Хорватии, да, как мы уже сказали. Ну да, Брусти-то был, конечно, хорватом. Но, извините, само государство Хорватия воевало столько, если они антифашисты. Что же хорваты делали под Сталинградом? Это что? Главная вольница немецкая? Здесь у них там, да, маслом намазано нацистам, да, чтобы туда прийти, их уничтожили. Нет, они русских уничтожали. Да, они воевали как раз и венгры. Венгры были страшные. Спросите, я не знаю, там, в Воронеже, что делали венгры во время войны. Но эти братушки стали социалистические. Да, мы всех простили. Не стали их, скажем так, не стали их упрекать за эти предательства. Нет, они несут те же самые, еще раз, венгры и румыны, итальянцы, они все сдохли под Сталинградом, нигде другом. Еще раз, что они туда шли, да? За победой под Хацепетовкой, если почитать учебник итальянского военной мысли, да, французы вообще не воевали. Было сопротивление? Был Деголь? Да, конечно. Но в основном там были люди из Северной Африки или там какие-то патриотические сопротивления практически не было. Деголь это придумал, да. Все французы, 90% французов тихо были лояльны немецкому режиму. Спокойно немцы гуляли по Парижу, знакомились, спали с француженками, да. Коко Шанель, тоже патриот, спала, переехала во время войны в отель Риц на Вондонской площади, потому что там жил комендант Парижа немец. Она спала с ним. А потом после войны она приехала к Шелленбергу и последние годы жизни она скрашивала Вальтеру, которого Табаков играл, помните, да? Вот, по головке выгладила. Вот. Поэтому они сейчас все и говорят, что Россия виновата. Потому что если они не будут на нас сейчас нападать, потому что вопрос, а что вы делали? Поляки достойно воевали, 100%. При Балты? При Балты воевали в АФЛСС. В основном, да, где больше, где меньше. Конечно, были и латышские, и русские, части советские, да, и эстонский корпус, и латышский корпус были, да, а литовсков не было. Не было такого корпуса литовского. Да, поэтому они все несут свою часть. И чехи, конечно, тоже. Уничтожая памятник маршалу Коневу, они говорят, это были наши враги. Немцы были нашими союзниками. Мы уничтожаем этот памятник, да? Смешно просто. Ну что ж, это их выбор, а не наш. Истории только не надо привирать. Вот, наверное, это главное. Сергей, спасибо тебе за, как всегда, интересные твои ответы на многочисленные вопросы наших слушателей. Я еще раз напомню, что ваши вопросы вы всегда можете оставлять, во-первых, в нашей группе ВКонтакте, в группе программы «Виват Истории», либо мне, Александре Ромашовой, либо Сергею Виватенко в личном сообщении, я также есть еще и в Фейсбуке, либо на электронную почту радиовиватсобакамейл.ру. Ну а теперь переходим к исторической викторине, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. В прошлый выпуск у нас был ответы на вопросы, а до этого у нас был выпуск, посвященный целине, освоению целине. И давай напомним вопрос. Какой наградой награждали космонавты? Ну, кроме Героя Советского Союза и Ордена Ленина. Первые космонавты, дорогие друзья, были награждены за свои нецелинных и залежные земель медалью. Потому что они же стартовали в районе Байконура. Ну и кому повезет, финишировали тоже в Казахстане. У тебя есть правильный ответ? Нет. У меня… У меня нет правильного ответа. Значит, пресс получаю я, потому что я первая ответила сразу на этот вопрос. Хорошо. Молодец. Это правда. Ну так, ну, бывают и такие случаи в нашей биографии, что не успевают ответить, слушатели правильно на наш вопрос. Ну, тогда новый вопрос. Поэт Сельвинский, 20-30-е годы XX века, говорил, что единственная рифма на фамилии Бенкендорф является эта какая? Ваши ответы присылайте нам по электронному адресу радиовиват-собака-мейл.ру. Либо в личном сообщении, не в общем доступе, Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Нас слегка можно найти ВКонтакте через нашу группу, группу программы «Виват.История». На сегодня все. Это была программа «Виват.История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Виват.История. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова